ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наше вам кубическое здрасте! Меня зовут Алексей Зуйков, это железный занавес на канале 2 в Кубе. Два года назад случилось страшное. Гигантские монстры в процессе выяснения своих монструозных отношений практически разрушили Токио. Мы все следили за развитием событий в прекрасной настольной игре под названием Повелитель Токио, но время не стоит на месте, и вот в продаже появилась переработанная и улучшенная версия этой игры – King of New York. Вначале, как обычно, ничего не предвещало беды, но потом... Разумеется, первым делом игра сменила свой пародийный японский колорит на американские реалии. Место пародий на Годзиллу, Кинг-Конга и управляемого кроликом боевого робота заняли Динозавр Шериф, Богомол с клешнями-бензопилами и предельно пафосный боевой дракон с пушками. Игровое воплощение нашел Бродвей и, конечно же, Статуя Свободы. Геймплей в основе своей остался прежним. Игрок в свой ход бросает кубики и может сделать до двух перебросов любых из них. Результат влияет на действия, доступные ему. А вот сами значения на кубиках претерпели некоторые изменения. Канули в лету цифры на кубиках, приносящие победные очки при сборе их комбинации. Каждая лапа по-прежнему означает атаку. Первый монстр, кто ее использует, попадает на Манхэттен, получая за это победные очки. Пока он там, каждая его лапа будет наносить одну рану всем остальным монстрам. А вот монстры в других районах атакуют только того, кто сидит на Манхэттене, ибо райончик попрестижней. Если монстр высидит в Манхэттене целый круг и останется в живых, он перемещается в следующую его часть, получая все больше победных очков и энергии с каждым раундом. Но уйти можно только тогда, когда монстр получает повреждения от атаки. Он может покинуть центр, перейдя в любой другой район города. А вот обидчик обязан занять место на Манхэттене, даже если ему это невыгодно. Каждое сердечко так же, как и прежде, восстанавливает единицу здоровья вашему чудищу. Но лечиться таким образом на Манхэттене запрещено. Подозреваю, что просто очень дорого. Энергия тоже осталась без изменений. Каждый такой значок позволяет получить один кубик энергии, за которую можно покупать весьма полезные карты улучшений. А теперь к трем новым символам, пришедшим на замену цифрам. Собрав три звезды, монстр становится суперзвездой Нью-Йорка, получая соответствующую карту. Пока она у него, он будет получать победные очки за каждую звездочку. Но звезды в Большом Яблоке не вечны. Выкинет кто-нибудь другой три звезды и прощай титул. Каждый домик дает монстру одно очко, которое можно потратить на разрушение инфраструктуры Нью-Йорка в том районе, где он находится. Каждый сломанный домик будет приносить очки, восстанавливать здоровье или подпитывать энергии. Но вот незадача. Злые глупые человеки не любят, когда ломают их домики. Поэтому каждое разрушенное здание обернется появлением единицы военной техники. Ее, кстати, тоже можно крушить и получать бонусы. И последний символ даже в правилах называется коротко и ясно. Ауч! Если игрок оставит ровно один такой символ, каждая человеческая боевая единица в его районе наносит ему одну рану. Если два, достанется всем в этом районе. А вот если собрать три ауча, армия объявляет полную масштабную атаку по всем районам Нью-Йорка, а статуя свободы оживет и присоединится к монстру. Цель игры осталась прежней. Первым набрать 20 очков или же остаться единственным монстром в Нью-Йорке. Ведь как только здоровье монстра падает до нуля, он покидает игру. King of New York — отличное переосмысление настольной игры King of Tokyo. Уж что-что, а улучшение Ричард Гарфилд как автор МТГ делать точно умеет. И если первая игра до сих пор является одной из тех, которые лично я могу назвать лучшими, то вторая еще круче. Новые карты свойств достаточно интересны и более вариативны. Механика разрушения домиков и ответные атаки людей отлично вписалась в игру. Но все же почему-то монстры ко второй части так и остались абсолютно безликими и отличаются только внешним видом. Хотя к King of Tokyo было выпущено удачное дополнение Power Up, которое делало каждое чудище уникальным за счет особых карт. Тем не менее, это как раз тот случай, когда и без того прекрасная настольная игра стала еще лучше. Пожалуй, единственный камень преткновения, который мешает мне порекомендовать ее абсолютно всем, это английский язык, который встречается здесь, к сожалению, не только в правилах, но и на картах способностей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...